Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, я живу в Южной Корее. Рад приветствовать вас из октябрьского осеннего Сеула. Первоначально, когда я думал записывать это видео, я думал, что оно будет обычным разговорочно-прогулочным. Но сегодня, когда я вышел из дома и посмотрел, какая сегодня погода, я подумал, что я немножечко поменяю тему этого видео. Сегодня, перед выходом из дома, я думал, что это видео будет обычным разговорочно-прогулочным, но сейчас такая жара, поэтому я решил поменять название, и оно будет называться примерно «В Корее 7 месяцев лета». Что-то типа того. Раньше, в своих предыдущих видео, я уже несколько раз говорил, что я очень люблю погоду в Корее. Да, кстати, друзья, посмотрите, я здесь нашел какую замечательную панораму, я могу это так назвать. Вон там впереди мост, по нему едет метро и река Ханган, а на той, на другой стороне реки продолжение Сеула. Я постоянно, когда здесь прохожу, все время останавливаюсь тут, чтобы сфотографировать или просто посмотреть. В общем, классно, мне очень нравится это место. В общем, друзья, я уже сказал, что первоначально хотел записать обычное разговорочно-прогулочное видео, то есть, что вижу, то пою. Но сегодня я вышел на улицу, и погода была такая прекрасная, было так тепло, я подумал, что нет, поменяю тему этого видео. И, в общем, хотел назвать это видео примерно следующим образом. В Корее лето идет 7 месяцев или 7 месяцев лета, примерно так вот. Сейчас, друзья, я вам объясню, что я имею в виду. В общем, да, но перед этим я вам хочу сказать, что я сегодня иду по новому месту, которое я еще ни разу на видео не записывал. И это видео еще, я думаю, с точки зрения самого видео, извините за тавтологию, самой картинки, мне кажется, будет интересно. Потому что вот здесь опять-таки мои любимые трущобы вот с такими вот сделанными под старину крышами. И посмотрите, какое красивое облако, подсвеченное таким розовым цветом со стороны доходящего солнца. Вот, в общем, все, показал вам, корейские трущобы показал, аниме-облако показал, все, идем дальше. В общем, тема сегодняшнего видео – это погода в Корее. И почему я люблю корейскую погоду, и почему я сказал, что в Корее лето длится 7 месяцев, сейчас я вам объясню. Я из России. Первое, что, наверное, думают корейцы, когда ты им говоришь, что ты из России, они спрашивают, я сейчас не шучу, они могут спросить, а есть ли лето в России. Когда ты пытаешься им объяснить, что да, у нас не только есть зима, у нас даже и весна есть, и у нас и даже лето есть, вот, некоторые из них удивляются. После этого я обычно им говорю, друзья, посмотрите на карту, вот, и можете убедиться, что наша страна, Россия, хоть и большая, вот, но она не полностью находится, как на севере. Вот у нас есть и юг, вот, и поэтому у нас есть лето, да, и у нас есть регионы, где жарко. Что-то я, в общем, отвлекся. Почему я считаю, что корейское лето, оно длится 7 месяцев? Конечно, конечно же, это не так, но уже в апреле месяце становится жарко. То есть, в начале апреля начинает цвести сакура, начинает цвести сирень и другие прочие цветы, и иногда корейские, сеульские. То есть, я не могу сказать за всю Корею, потому что я, ну, обычно я только, то есть, необычно, а я живу в Сеуле, а в другие места я, ну, так только езжу попутешествовать, вот, поэтому долго что-то я говорю. В общем, в Сеуле иногда бывает, что апрель выдается очень теплым, и в этой ситуации, действительно, с моего такого русского взгляда, как русского человека, который привык к холодам, я могу сказать, да, что корейское лето, оно начинается в апреле. И продолжается, вот, практически до октября. Да, сегодня 13 октября, среда, казалось бы, середина октября, но я вам хочу сказать, что я только неделю назад начал носить джинсы и штаны. То есть, я объясню, я не ходил без штанов, нет, такого не было. Я все это время, все лето и до середины октября практически я ходил в шортах, потому что действительно было жарко. Ну, то есть, смотрите, а с чем у нас ассоциируются шорты? Ну, конечно же, с летом и с жарой. То есть, получается, мое лето 2021 года, оно продлилось до октября. И еще, друзья, если вы не видели наше видео путешествия, где мы недавно путешествовали, ну, уже месяц назад примерно, то можете тоже его посмотреть. Там я даже в середине сентября плаваю в море, купаюсь в море. То есть, вот, мое корейское лето, оно продлилось до октября. Я, по-моему, раньше это уже говорил в своих предыдущих видео, но ничего страшного, скажу еще раз, потому что удивление у меня было очень сильное, когда я только приехал в Корею. Я помню этот день, мы вылетели из Санкт-Петербурга 6 октября, на улице уже было холодно. Я помню, я был в пальто, в котором я хожу в России зимой. То есть, вот так вот было холодно, был дождь, был очень холодный ветер. И когда мы на следующий день, 7 октября, прилетели в Сеул и вышли из самолета, я удивился тому, какая теплая погода. То есть, я, конечно, знал и знаю, что есть страны, где круглый год лето, но я почему-то не ожидал этого от Кореи. Конечно, в Корее есть зима, в Корее тоже бывает холодно, но вот когда мы прилетели 7 октября, погода была, наверное, где-то плюс 25. Светило яркое солнце, небо было безумно красивое, голубое, и у меня вот эти вещи в голове немножечко не укладывались. Как? Я вот, то есть, прилетел в зимнем пальто, прилетел в лето. И первое, что я сказал своим знакомым и родственникам по приезду в Корею, что в Корее еще продолжается лето. В общем, в этом видео я хотел рассказать немного об этом. Почему мне еще нравится корейская погода? Потому что я, честно говоря, я не люблю осень. В России осень, она начинается очень рано, потому что, допустим, в Санкт-Петербурге постоянно вот лето уже заканчивается, последний день августа ты сидишь у себя в комнате, и тебе уже так холодно, тебе уже никуда не хочется выходить на улицу, ты уже начинаешь одевать теплые вещи. А в Корее конец августа в Сеуле это пекло, это то есть лето, это середина лета еще. Вот действительно, да. В Сеуле конец августа это практически еще середина лета, потому что, конечно, там не такая адова жара. Вот, адова жара уже спадает к этому времени, но все равно на улице жарко. Вот, посмотрите, идет девочка, она в футболке сейчас идет. Потому что вот люди, по моим наблюдениям, они только сейчас начинают одевать теплую одежду. Да, я уже в начале этого видео, я уже говорил, что я вот только неделю назад пересел на джинсы. Все это время, наверное, где-то с июня-мая месяца я ходил в шортах. Да, друзья, извините, я не буду комментировать то, что вот я сейчас вижу. Вот, можете сами посмотреть. В общем, пару лет назад, может быть, года три назад, я до ноября месяца практически ходил в тапочках Крокс. Ну, потому что это очень удобная обувь, и, то есть, потому что было жарко. Я помню, вот какое-то лето было очень жаркое, и осень началась, ну, действительно, вот где-то в начале ноября началась осень. Потому что и октябрь весь, он был очень жаркий. Вот за это я и просто, я обожаю корейскую погоду. Но, конечно, у всего бывают недостатки, и этому тоже бывают недостатки, потому что в Сеуле обычно зимой нет снега. Не как у нас в России. Я люблю лето, и я люблю зиму. Ну, и весну, конечно же, я тоже люблю за все эти цветы. Но вот никогда вот я не любил осень. Для меня вот, правда, когда начинается осень, какая-то тоска, и я все время хочу, чтобы вот быстрее-быстрее она закончилась. И для меня всегда, вот знаете, последний день осени и начало зимы это какой-то праздник. Вот, потому что скоро Новый год, будет снег. Ну, это вот так вот в моей голове. Но хоть в Корее зачастую зима, она, в принципе, как осень выглядит, как осень в России. Листья уже желтые опали, просто холодно. Но в эти моменты я просто ловлю себя на мысли о том, что нет, это не осень. Посмотри на календарь, уже зима, поэтому не стоит грустить. В общем, друзья, вот такое сумбурное видео получилось. Я думаю, что вот это место, по которому я сейчас шел, я обязательно его еще раз запишу, потому что я здесь еще много раз буду ходить по этой дороге. Вот, я вышел на такую главную дорогу, сейчас вам ее покажу. Друзья, спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, пожелания, замечания. Все, до скорой встречи. Всем пока и удачи!